В эфире Инаульского телевидения информационный выпуск новостей в студиал Сущепотева. Здравствуйте! Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Башкортостане на 28 сентября достигло 8708 человек. За сутки в республике подтвердили 39 новых случаев заражения COVID-19. Об этом говорилось на еженедельном оперативном совещании. Его глава региона Ради Хабиров провел в понедельник 28 сентября. Всего выздоровели 8079 человек. Это 93% от всех заболевших. Тесты на COVID-19 сдали без малого миллион человек. В медицинских учреждениях есть необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Ради Хабиров дал поручение подготовить и проанализировать перечень крупных массовых мероприятий, которые планируют провести в Башкортостане до 1 декабря, чтобы исключить те, без которых можно обойтись в сложившихся эпидемиологических условиях. В Башкортостане завершается посев озимых. Аграрии уже засеяли более 420 тысяч гектаров. Жатву закончили на 95% от плана. Одновременно аграрии закладывают основы для посевной кампании 2021 года. По объемам искусственного лесовосстановления Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарфуддинов. Всего работники лесхозов выполнили лесовосстановительные работы на 73% от плана. К концу сезона баланс выбытия и воспроизводство лесов составит более 100%. Таким образом, в республике сажают больше лесов, чем вырубают. В Башкортостане продолжается реализация республиканского проекта «Моя семья», направленного на лечение от алкогольной зависимости родителей, дети которых находятся в социальных приютах или на грани изъятия из семьи. В результате совместной работы из приютов в родные семьи вернулись 610 детей. 153 родители официально трудоустроились. Руководитель региона Ради Хабиров поручил возобновить проверки качества ремонтов подъездов многоквартирных домов и реализацию программы по переселению жителей из аварийных домов. На оперативном совещании при главе администрации Янаульского района заслушали доклад на башкирском языке заместителя директора МКДЦ по библиотечному обслуживанию населения Гульнары Валиевой. Масштабная акция «Зеленая Башкирия» в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» прошла во всех уголках республики в минувшую субботу, 26 сентября. Участие в ней приняли более 55 тысяч жителей региона. Массовое озеленение приурочили к 75-й годовщине Победы. О том, каким запомнится этот день янаульцам, далее в нашем эфире. Ранним субботним утром на площади рядом с янаульским элевадором было непривычно шумно и многолюдно. Мероприятие началось с концертной программы. В этот день звучали песни военных лет, о победной весне 45-го и, конечно, о непростых испытаниях. С приветственным словом к участникам акции обратился глава администрации района Ильшат Вазегатов. Во-первых, всем спасибо за то, что откликнулись и пришли. Во-вторых, хочу еще раз напомнить о том, что, сажая деревья, мы улучшаем экологическую обстановку на планете, а в целом каждый на своей территории. Вот данная площадь элеватора последние 20 лет, так скажу, имеет непривлекательный вид. Наверное, это всех расстраивает. И вот мы приняли решение, в том числе элеватор, который сегодня в частных руках, немного закрыть деревьями. Они пока нас не слышат, пока не наводят тот должный порядок, который должен быть. Ну, деревья будут украшать данную площадь. Я сам 6 лет отработал на элеваторе, и помню, как каждый четверг мы вот эту площадь мели, приводили в порядок. И стелла была. Ну, решено уже, что администрация городского поселения, района, в целом, вот, предварительную работу провели. Здесь весь асфальт, бетон убрали, навезли чернозем. Каждое деревце должно быть посажено от души. Дерево растет хорошо, когда оно сажается от души, с теплотой души, с любовью. Только тогда приживутся они в следующем, в 2021 году. Здесь будет красиво, я вас уверяю. Но мы это сделаем вместе с вами. Участие в акции приняли коллективы учреждений образования, культуры, активисты общественных организаций. Организаторы подготовили все необходимое – посадочный материал, инвентарь и технику с водой. Так, с легкой руки и на улицах, на улице Социалистической появилась аллея труда. Радовать взор горожан и гостей района будут 120 саженцев, пирамидальных тополей и рябин. Участие в акции приняли и члены местного отделения Русского географического общества. Конечно, настроение прекрасное, чудесное. Сегодня такая погода прекрасная. Сегодня мы пришли сюда сажать акции «Зеленая башкирия». Посадили 132 саженцев. Я думаю, эти саженцы будут радовать глаз наших жителей. Поэтому большое спасибо, кто пришел сюда сажать деревья. Это, конечно, очень отрадно. Тем более, целую неделю идет акция «Зеленая башкирия». По Янаулу посажено сотни уже, несколько тысяч деревьев посажено уже. Поэтому это деревья, конечно, украшает наш Янаул. Не осталось в стороне и местная общественная организация ветеранов воздушно-десантных войск и спецназа. Они также внесли свой вклад в общее благородное дело. Такая большая, грандиозная акция. Высаживаем деревья в нашем любимом городе Янаул. Мы, десантники, ветераны воздушно-десантных войск и спецназа Республики Башкортостан по городу Янаула, решили принять в этом активное участие. Все десантники-активисты, которые сегодня свободны ни на вахте, ни на работе, все пришли с утра с лопатами и приняли в этой акции участие. Для нас это очень большое значение имеет, так как в этом году 75 лет Великой Победы, и наши войска со дня создания отмечают в этом году 90-летие воздушно-десантных войск. Поэтому нам это очень приятно. Наш город, пускай будет зеленым, красивым, все это для детей. Тем временем здесь же на площади развернулась полевая кухня. Все участники акции «Зеленая Башкирия» смогли ответить знатную гречневую кашу и попить чай. С нетерпением главу района и его заместителей ждали в новом микрорайоне Италмаз в селе Шудек. Здесь шла активная посадка деревьев как по периметру дошкольного учреждения, так и внутри территории. Свой новый дом здесь обрели несколько сотен пирамидальных берез, рябин и кустарников. В рамках акции «Зеленая Башкирия» сегодня на территории нового детского сада в микрорайоне Италмаз производим субботник, высадку саженцев, европейская береза, подвезли нам геострой. Также производим высадку карликовых, кустарниковых деревьев, декоративных пород. Это лапчатка, в народе называют курильский чай, затем рудбекию, затем у нас спирея кустовые, которые бордюрные кустарниковые деревья. С силами самих жителей Шудека нам помогают сегодня они высаживать деревья. По всему периметру детского сада, а также за детским садом, сзади нас, вы видите, будет парковая зона, где расположен спортивный участок для жителей микрорайона Италмаз, в частности, для самих жителей Шудека, села Шудек. Ну и по всему периметру детского сада мы пытаемся облагородить всю зону, чтобы зона была зеленая, красивая, чтобы детям было уютно, комфортно посещать новый детский сад. Активное участие в акции приняли работники детского сада и все те, кому важно, чтобы село продолжало расти и радовать взор. Благодаря общим усилиям сельчан совсем скоро зазеленеет и новый парк. Жители мечтают встретить здесь Новый год. В центре планируют высадить живую ель. Будет лучше, чем у всех, нескромно с юмором отмечают шудековцы. Акция «Зеленая Башкирия» проходит во всех уголках нашей республики. Активное участие в ней принимают и на улице. Сегодня свой новый дом обрели более двух с половиной тысяч березок, тополей и рябин. Присоединиться к акции решила и наша телекомпания. Теперь в микрорайоне «Италмаз» будет расти наша собственная березка. Заметно преобразилась и территория рядом с велороллерной дорожкой. Жители района поработали на славу. И, как признаются многие, этот день надолго запомнится яркими и трепетными воспоминаниями. Всего в Янаульском районе высадили без малого четыре тысячи кустарников и деревьев. В память о тех героях, кто одержал долгожданную победу в мае 45-го года. В России продолжается ежегодная экологическая акция «Сохраним лес». Ее главная задача – сохранение и восстановление лесов нашей Родины. Всего в этом году планируется посадить 40 миллионов деревьев. Свой вклад внес и наш район. Акция «Лес Победы» прошла в Первомайском сельском поселении 26 сентября. Солнечная и теплая погода в выходные дни благоволила успешной работе и настроению участников акции. На площади чуть менее одного гектара активно шла посадка саженцев ели. Участие в акции приняли работники лесного хозяйства и неравнодушные жители. У нас так повелось, что уже второй год мы благодаря той инициативной, которую провел глава нашей республики, чтобы больше людей вовлекать в такие мероприятия и больше оставить памяти будущему поколению. А лес – это то создание, которое будет расти в век, а может быть и более, то есть вечная память. Вот сегодня мы здесь собрались коллективом в основном нашего лесхоза и ГКУ управления лесничествами, Янаульского лесничества для того, чтобы провести вот эти мероприятия непосредственно здесь, в лесу, на месте, то есть заложить лесные культуры будущего. Янаульское участковое лесничество – это 11 тысяч гектаров леса. Традиционно весной и осенью работники высаживают молодые деревья. Как отмечают лесники, посадка идет в основном ручная. Расстояние между рядами – 3-4 метра, между сеянцами – около 50 сантиметров. Уже весной в этом году мы провели, вот на Ульском только участковом лесничестве, 14 гектаров посадки. Отрадно отметить, что приживаемость очень хорошая. Надеемся, что и эти посадки, которые мы посадим сегодня, приживутся. Это станет доброй памятью тем, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Здесь мы производим ручную посадку. Во время ручной посадки главное не допускать загиба корней сеянцев и не оставлять воздушные ямки. Воздушная яма, если останется, значит сеянц не приживется. Главное и загиб корней не допускать. Нормально приживается, у нас нормативная прижима 87% по участковому лесничеству. Значит 10 сажаем, 9 приживается. Это очень хорошо. Всего в этот день было посажено 4000 саженцев ели из местного питомника. Молодым елочкам 3 года. Пройдут десятилетия, прежде чем они вырастут и станут взрослыми деревьями. Однако, благодаря таким акциям наше общее достояние лес продолжает жить. Гульнара Ситтикова, Артур Файзолин, Служба новостей, Янаульское телевидение. В рамках реализации проекта «Современная школа» 29 сентября в нашей стране стартовал марафон открытий федеральной сети центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». В этом году в России их открывается почти 3080 регионах, в том числе в 42 в нашей республике. Своя «Точка роста» появилась и в Янаульском лицее. На открытие были приглашены глава администрации района Ильшат Фазигатов и начальник управления образования Эльвира Шаихова. Они ознакомились с теми направлениями, что выбрали для себя ученики школы. Первыми гостей встретили юные шахматисты. Ребята осваивают правила этой интеллектуальной игры. В объединении технологий учащиеся занимались моделированием мебели из гофрокартона. До этого они изучали основы рекламного дизайна. Постепенно задания становятся сложнее. В этом году лицей стал победителем конкурсного отбора для оснащения кабинетов мультимедийными комплексами в целях реализации государственной программы, сохранения и развития государственных языков Республики Вашкортостан и языков народов Республики Вашкортостан. Теперь ученики познают родной язык с помощью современного проектора, интерактивной доски, ноутбука и многофункционального устройства. Как отмечают педагоги, новое оборудование позволяет сделать занятия более плодотворными. «Точки роста» у нас работает на сегодня уже 11 направлений кружков. В них задействовано около 800 детей. Кроме «Точки роста» у нас начал работу по гранту «Центр Бит Эдикейшн» – это центр молодежного инновационного творчества. В нем тоже задействованы наши педагоги и около 300 детей задействованы в этих кружках. Эти кружки, вот почему «Точка роста» и кадры для цифровой экономики я связываю, они оба как бы направления у них больше всего математика и информатика. В дальнейшем эти дети будут получать, надеемся, будут получать инженерные профессии, более современные виды профессии, которые через 10 лет, 8-10 лет будут актуальными для нашей молодежи, будущих рабочих, будущих инженеров. И грант мы выиграли, конечно, благодаря инициативе наших педагогов. Вот это все уже работает, дети занимаются, учителя работают. Общая сумма вливания в наши лицы, благодаря этим трем проектам, превышает 4 миллиона рублей. Я надеюсь, что и в дальнейшем лицей будет участвовать в таких вот конкурсах. Можно сказать, что мы уже как бы развили такие предметные области, как математика и информатика. В дальнейших планах у нас развитие предметной области химии и биологии, тоже востребованная вида профессии как раз химия, биология, медицина. Интерес гостей вызвал предмет «Основу безопасности жизнедеятельности». Здесь школьники получают новые полезные навыки для жизни, а с помощью наглядного пособия обучение становится еще более продуктивным. Особенность каждой точки роста – это внедрение в образовательный процесс современных технологий и новых методов обучения по предметам, создание комфортных условий для детей. Данный центр в нашем районе уже третий по счету. В прошлом 2019 году такие точки роста открылись в двух сельских школах. В средней школе села Байкузина и в средней школе села Ямады. И можно отметить, что детям работать, учиться, развиваться в этих точках роста очень интересно. Они приобретают новые навыки, новые компетенции в сфере программирования, в сфере основ безопасности жизнедеятельности. «В сельских школах практически все, 100% дети задействованы обучением в точках роста. В лицее это вот 800 детей, да, это тоже практически около 90, наверное, 80% детей. И дети могут выбирать занятия по интересам. Кому-то нравятся шахматы, кому-то нравится ОБЖ, кому-то нравится конструировать, кому-то программировать. Это большой плюс в развитии для наших детей». В настоящее время в лицее реализуется еще один проект – Центр обучения «Битэдьюкейшн». Ребята изучают программирование, 3D-моделирование, математику, геометрию, робототехнику. Начиная со среднего звена до старших классов, школьники могут притворять в жизнь свои задумки и идеи, углубленно изучать технический материал. Занятия во всех направлениях начались не так давно. Ребятам предстает еще многое узнать и освоить. Радует то, что благодаря новым, многопрофильным современным центрам это доступно каждому. Гуляра Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей, Янаульское телевидение. С начала сентября после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, члены клуба «Феникс» возобновили занятия по изобразительному искусству с детьми. Они проходят в рамках реализации проекта «Чудеса рядом» общественной организации «Совет женщин Янаульского района». Волонтеры учат маленьких жителей основам рисунка, живописи, композиции. Очередное занятие клуба было посвящено изучению пастели. В этот день ребята с ее помощью рисовали натюрморт. Постепенно на каждом листе появлялся свой индивидуальный рисунок. Первые успехи учащихся уже можно оценить на выставке. Она проходит в Центральной районной библиотеке. Здесь представлены одни из лучших работ юных художников. Мы начинали с простых карандашей, для того чтобы они понимали, что возможности простого карандаша тоже большие. Используя нажим, штрихи, можно выразить и эмоции, и чувства, и правильное построение формы, и понятие композиции. И постепенно задачи усложняли. Потом цветными карандашами, то есть уже включая цвет, не только однотонный, но и в процессе цвета, чтобы они выражали, передавали передний план, воздушную перспективу. Мы изучали сочетание цветов, холодные, теплые оттенки, ну и главное, второстепенное в цвете. И формирование композиции, ну в целом, как бы, используя цветной материал. Ну и акварельные краски тоже самое. То есть уже техника новая, другая, и возможности красок, то есть вот растекание, перетекание красок, пятно, как подбирать цвета в красках, как бы, как работать с кисточкой. Ну всему этому постепенно мы обучали, и чтобы они обретали все-таки и технические навыки какие-то. Мы завершим масляными красками, занятия идут, ну достаточно плодотворно, ребята занимаются с интересом, проявляют свои способности, и работы достаточно интересные. То есть мы, ну стараемся, стремимся к тому, чтобы выявить индивидуальность ребенка, и чтобы приобрели не только знания, но и уверенность в себе. Вот здесь у нас выставка по работам, и видно, то есть в разных материалах уже, в общем, достаточно эмоциональные работы, непосредственные, и обретают какие-то знания, умения, навыки, которые, может быть, и в дальнейшем кому-то из них пригодится в жизни. Глядя на них, видно, что, в общем-то, у них какой-то азарт появляется, увлеченность, интерес есть. И даже не важно, есть ли способности у ребенка, но все равно их это захватывает. То есть им нравится, они, ну удовольствие явно получают от творчества, от процесса творчества. Минувшие выходные выдались в нашем районе насыщенными. Воскресным утром раньше всех проснулись любители бега. Традиционный легкоатлетический кросс, посвященный памяти мастера спорта России Федрата Гарайшина, прошел 27 сентября в районе оздоровительного лагеря «Орленок». За яркими стартами и финишами смогла понаблюдать и наша съемочная группа. «На старт! Марш!» Активному азарту можно только позавидовать. Да, наверное, с утра бы начало бегать. Я не знаю, вот тянет меня. Я хочу бегать. Это вот как мы садимся завтракать, так я и хочу. Ежедневно же завтракаем, так я хочу бегать каждый день. Вышла на дистанцию, как и все, на 3 километра буквально. Но трасса одна из сложнейших, это трасс. Тут подъем, наверное, все 45 градусов. Очень тяжело, но сопутствует погода. Нынче очень хорошая погода, и поэтому уже прошла, я бы еще прошла, конечно. Самая максимальная моя дистанция – 42 километра. Я вообще марафонка. Я участвовала в международных марафонах. По России я бегаю. Вот с Пельми я приехала, там 21 прошла. Вот сейчас в Казань я собираюсь ехать, бежать в Казани. В Берлине была, где установили мировой рекорд. Прошли там за 2 часа, был 2 часа 3 минуты, мировой рекорд был установлен. Как раз я в том году бегала. Бегаю я уже 30 лет. Когда была молодая, 40, когда 45 было, 48, 50. Бегала и марафоны, и полумарафоны. Сейчас, конечно, поменьше. Мне 72 года. 22 сентября мне здесь полностью ровно 72 года. Этот бег я посвятила своему дню рождения. Два мальчика, пять внуков, и я прабабушка, у меня правнук есть. Для каждой возрастной группы была определена дистанция. Минимальная – один круг длиной 3 километра. Затем 6, 9 и 12. Самые подготовленные спортивные мужчины и женщины смогли преодолеть непростую трассу в 15 километров. В их числе Ианур Зарипов из города Невсекамска. Достигнув долгожданного финиша, спортсмен не скрывал своей радости. Хотя в его копилке были дистанции и посложнее. На этой трассе впервые. Не представлял, какая здесь будет нагрузка. Сказали, что просто бег будет с горой. Но не думал, что настолько тяжело. На втором кругу уже, короче, были мысли уехать домой, остановиться. Бежал часто на характере. Но у меня есть опыт. Получается, я в этом году участвовал на горном забеге на трейле Мальдак. Поэтому немного было полегче, чем это был в первый раз. Я думаю, было очень жестко. Трудно трассу, трудно. Не из легких. Люблю преодолевать себя. Люблю, когда трудно. Бегать становится не просто бегом, а чем-то больше. И воодушевляет тебя, короче, дает сил. Моя максимальная дистанция в этом году в честь победы. 75-летию победы. Мы с клубом «Железный варяг» устроили дистанцию на ультрамарафон. Ультрамарафон преодолели то 75, то 50, вот я 100 преодолел. Это моя самая большая дистанция. Как бы давным-давно мне это казалось чем-то нереальным. Благоволило спортсменам в этот день не только удача сил, прибавляла хорошая погода и любимая музыка. На финише бегунов встречали судьи соревнований и, конечно же, болельщики. Эти осенние соревнования в нашем районе стали традиционными. Многие спортсмены готовятся к ним не первый год. Трепетно к мероприятию относятся друзья Федрата Гарайшина. Горный осенний кросс, посвященный памяти Гарайшина-Федрата, мастера спорта России, мы проводим пятый год, начиная с 2015 года. Почему памяти его? Потому что именно с его подсказки, с его желанием мы начали проводить данный горный кросс. Поэтому получилось так, что его не стало среди нас. Мы стали, не забывая, это мероприятие продолжаемые, эти соревнования стали традиционными. А почему горный? Потому что место старта и самая высокая точка, самая нижняя точка имеет разницу 196 метров. То есть участникам приходится подниматься по дистанции на высоту 196 метров. В организации соревнований, конечно, занимаемся ветераны спорта, его друзья Федрата, Руслан Малахметов, Андрей Савельев, Валентин Шайдулин, Руслан Шардинов, ну и еще в поддержке отдела спорта, туризма района. Тем временем на площадке у лагеря начали собираться спортсмены от мала до велика. Здесь организовали чаепитие. Спортсмены делились впечатлениями. Занимаясь бегом я с 1986 года, начал бегать по состоянию здоровья. У меня появились признаки болезни. Операцию делать не хотелось. И прочитал книгу профессора из Киева, господи, забыл фамилию уже, склероз, что бегом можно вылечить любые болезни. И вот с тех пор у меня, значит, тьфу-тьфу-тьфу. И все нормально, со здоровьем. И так для проведения времени тоже хобби превратилось. Полных марафонов, конечно, я немного пробежал, только 9. Лучшее время 3 часа 50 минут. 1986 год, Симферопольский марафон. Мы ездили с Ничикамским четвером, ну, знаете, это столица Крыма, Симферополя. В то время Советский Союз из Москвы, с Киев к вокзалу, на поезде сели, и на такой день в Крыму все шикарно, без проблем пробежали. Два раза в Питере бежал. Зимой бегали по Ладоге, по дороге жизни. А летом называется Белые ночи, 22 июня. Тоже бегали там. В Москве три раза бежал МММ, Московский международный марафон мира. Один раз в Уфе, один раз в Сарапуле. География осеннего горного кросса с каждым годом становится только шире. В этом году участниками стали более 70 человек. Среди них представители городов Москва, Нефтекамск, Дюртюли, Янаул, жители Пермского края, Калтасинского, Бураевского и Мишкинского районов. Победители в своих возрастных группах получили медали и памятные подарки. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. 30 сентября ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4, плюс 15, плюс 17 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 0,5 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. Местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до минус 3, днем плюс 16, плюс 21 градус. Янаульскому телевидению требуются операторы эфира с навыками компьютерной графики. Телефоны 50402-599-95. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут. Средняя температура горения 450 градусов. Некоторым хватает пары минут, чтобы бросить курить. Навсегда. Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем. Необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их. Спой, птичка. Спой. Спой. Спой.